Проводить досуг с пользой в Иванове такое возможно благодаря существованию клубов по месту жительства. Бесплатно можно заниматься музыкой, хореографией или спортом. Сейчас в городе работает 21 клуб, координирует их работу, вот уже 9 лет молодежный центр. 31 января учреждение отмечает день рождения и с каждым годом у его руководства работы все больше. В этом году мы планируем, буквально может быть в феврале-марте, мы будем открывать клуб в районе Меланжевого комбината, где также будет многофункциональный клуб, который включает спортивное направление, бокс, восточное единоборство, кубудо, световое шоу, хореографическое направление и эстетическое направление с вопросами художественного направления. Клуб «Ассорти» располагается в районе Меланжевого комбината. Здесь боевым видом искусства обучается порядка 100 ребят. Многие не ленятся приезжать из отдаленных районов города, например, Стэц-3. Основное это, когда начинается в сентябре, родители определяются, куда отдать детей. Больше складывается все-таки к тому, что связано с нашим, как у нас все происходит на улице, родители стараются, чтобы дети научились защищаться. Это как среди мальчиков, так же среди и девочек. Тренировки проходят три раза в день группами по 10-15 человек. Наиболее упорные воспитанники становятся чемпионами и призерами различных соревнований. Меня в школе иногда дергали, и мне там доедало. Ну и пришел сюда тренироваться. Ну, теперь меня дергают, теперь все равно все дружат. Ну, я якобы никого не боюсь. Клуб «Авангард» открылся на сортировке недавно. Он многофункционален. Здесь преподают восточное единоборство, брейк-данс, есть и зо студия. Для занятий танцами оказалось достаточно зала и небольшого куска линолеума. Мода на брейк-данс уже прошла в свое время, да, но сейчас, в принципе, популяризируют, да, именно танцевальные стритовые направления, да, хип-хоп, брейк-данс в том числе. Достаточно много, даже у нас в Иваново, ну, приличное количество людей занимается именно таким направлением, как брейк-данс. Брейк-дансом в этом клубе постоянно занимается около 20 человек, многие уже не по одному году. Начинали на других площадках и вот теперь нашли единомышленников. Мне было 16 лет, тогда друзья меня первый раз привели на эти интересные занятия, и после этого просто как волной захлестнуло, и до сих пор не отойдет. В Иванове клубы по месту жительства постоянно посещают порядка двух с половиной тысяч воспитанников. С каждым годом к досугу приобщается все больше молодежи. Ребята приобретают не только полезные навыки, но и новых друзей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.